Привет! Чё у нас погода? Вторая зима, ребята. Плюс 6. Ощущается, как плюс 2. Холодно. Опять наши балконные купания прекратились. Мишка не важно себя чувствовать вчера вечером, сегодня утром. Сахар высокий, несмотря на то, что я дозу уже почти предельную ему калю. Не знаю, что дальше будет. Новости. Кто-то умер. Какой-то актёр и телеведущий Сергей Колесников. Я его не знаю совсем. Не знаю, кто такой. Молодой хоть, 68. Ну, примерно мой возраст. Ну вот, новость хорошая. Более 10 резервуаров с 40 тысячами тонн нефтепродуктов уничтожены после пожара в иннексированном РФ Севастополе. Ну, вот так вот. Очень много там сгорело всего. Пожарище был серьёзный. Серьёзный. Дальше у меня там будет ещё об этом цифры. Новости медицины. Первую таблетку из экскрементов человека одобрили к применению в США. Ну, это копрофагия вообще-то. Поедание экскрементов. Не знаю. Химия закончилась. Донорские таблетки, изготовленные из донорских экскрементов человека. Кто-то заработает на этом. Будет сдавать свои экскременты. Врач рассказала о риске повреждения печени при приёме витаминов. Ещё не хватало. Российский боец, получив очередь в голову, очередь в голову, выжил и спасся с поля боя. В наше время был анекдот про нового русского. Рассказывает своему другу. У меня, говорит, помнишь, был телохранитель Васька. Ему вчера в голову попали шесть пуль. Мозг не задет. Ну вот и этот тоже. У него мозгов-то нет. Так, что ещё? Ещё кто-то умер. Девятикратный чемпион мира по гимнастике Юрий Королёв умер в шестьдесят лет. Ну, накачивает их, наверное, чем-то. Не знаю я. Президент Украины Зеленский анонсировал контрнаступление ВСУ. Ну, он и вчера анонсировал, и что-то нет ничего. Пригожин выступил, повар путинский. Снарядный голод лишил ЧВК Вагнер девяносто четырёх бойцов в Бахмуте. Не хватает снарядиков у него. Да. Не дают снаряды. А это что-то не открывается. А, вот. Вот что здесь было. Повар Путина ничего не может приготовить в Бахмуте. Снаряды кончились. Ну да, повар. Так, Владимир Зеленский в большом интервью журналистам из Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии выразил уверенность в том, что украинское наступление будет успешным и приведёт к освобождению занятых Россией украинских территорий. Ну, ожидается. Комментарий. Дай Бог осуществиться этому. Пригожин. Опять Пригожин. Пригрозил Шойгу вывести вагнеровцев из Бахмута, если им не дадут боеприпасы. Комментарий. Гаага ждёт Евгений. Второй комментарий. Да кому он угрожает-то? Министру обороны, что ли? И дальше. Любимая рубрика. Как жаба любила гадюку. Суд в Нидерландах, это с твиттера, обязал мужчину, от спермы которого родилось более 500 детей, прекратить донорство. Комментарий. Мог бы. Прекратил. Комментарий. Князь Дрочеслав. Так, а это что такое ещё? А, ну вот опять про пожар. В Севастополе произошёл пожар на нефтебазе. Оккупационные власти в ответ призвали атаковать Одессу. А вот вам. Не хотите? Так, Россия первая выдала кадры разрушенной многоэтажки в Умани за обстрел Донбасса. На кадрах ведущий Россия-1 утверждает, что украинские боевики обстреляли территорию Донбасса. После этого на экране показывают многоэтажку в Умани. А, ну вот про пожар, про этот. Более 10 резервуаров с 40 тысячами тонн нефтепродуктов уничтожены после пожара в иннексированном РФ Севастополе. Представитель ГУР Андрей Юсов рекомендовал жителям Крыма в ближайшее время не находиться рядом с военными объектами. Ну вот так вот. А, ну вот опять еще про пожар. Много тут пишут. Шел 430-й день войны. Крым. Топливная база флота Орков превратилась в дым. Вот что это за база. Топливная база флота. Где-то 60 эшелонов по 40 вагонов. Это вот сгорело. 60 эшелонов по 40 вагонов. Возить и разгружать 2-3 месяца. С-400 не помог. Да. Не помогло. Картина маслом. Уничтожение главного нефтехранилища ВСРФ в Крыму. Катастрофа для топливной логистики ВСРФ в Крыму и при Азове. Армия осталась без резерва топлива. Без маршрута его поставки и без места хранения. И ВСУ на горизонте. Ну посмотрим. Польские власти забирают у посольства РФ в Варшаве здание школы. Сотрудникам и учащимся дано время до 18 часов, чтобы покинуть здание. МИД Польши ссылается на решение судов. Посол РФ назвал действия властей Варшавы незаконными. Да пошел бы ты, посол. Ты посол, ну иди сали. Еще раз про это же. Если кто не знал, в Польше местные власти выгоняют из здания школы сотрудников посольства России. После пары демаршей поляки срезали замки на дверях, а тем, кто оставался в здании, дали время покинуть его до 19 часов. Так вот, прямо сейчас россияне грузят вещи в грузовики под звуки марша, прощания славянки. Больные, униженные люди. А, вот тут пишут в комментарии. Розетки украдут и унитазы. Да, еще дальше. Лампочки, туалетную бумагу, бумагу тоже, это давняя скрипа. Тетя Роза на Твиттере. Когда Путин когда-то, наконец, отбросит копыта, окажется, что виноват во всем только он, а все вокруг ни при чем. Просто выполняли приказ. Время было такое. И пора. Запомните, как говорится, этот твит. В городе Ейске, Краснодарского края, так, это что там кубаноиды вытворили? Власти провели парад дошкольников под лозунгом «Мы правнуки Великой Победы». В рамках мероприятия перед трибуной маршировали дети дошкольного возраста в военной форме. Ну, вообще, а то. Так, врач оценил чудесные свойства водки. Ну-ка, чудесные, да водкой вообще все что угодно. Рак двумя стаканами лечит. Ну-ка, ну-ка, токсиколог водовозов, нифига фамилия, заявил, что чудесных целебных свойств у водки не существует. Да ну зря он сказал, теперь его грохнут за эти слова. Так, и что последнее у меня? Кругом враги. Рост насилия в России в военное время. Всплеск бытового и семейного насилия в России в последние месяцы не миф, хотя точной картиной и статистикой не располагает никто. Так, опрошенные эксперты говорят, значит, раскрывают причины людской агрессии и предрекают еще более печальный пример уже в ближайшем будущем. Ну, здесь куча примеров. Пришел с войны и зарезал там кого-то еще, еще, еще. Это ужас. Ну, в общем, вот так. Такая жизнь, ребята. Пока. Пока.